Концерт на Центральном стадионе А если мы уже говорим о количестве 15 тысяч человек для нашего прекрасного города, ну круто, круто, это хорошо. Единственное, что я ни в коем разе не сомневаюсь в том, что Макс не только в Челябинске собирает такое количество людей, я думаю, что и во многих городах те, которые могут себе позволить так же, как наш город, обеспечить такую массовость, он смело и легко собирает, смело это делает. И каждый раз плюсики в свою копилочку собирается. Это хорошо. Хорошо. А как думаете, с чем можно связать такую популярность его музыки именно у молодого поколения? Потому что на концерте ведь было много людей, ну, меньше 18 лет. Как считаете? Я пыталась задуматься на эту тему вообще, на самом деле, когда произошел вот весь этот ажиотаж, я не была настолько тесна и плотно знакома с творчеством Макса. Но я попыталась ознакомиться и понять, даже послушала несколько его композиций. У меня у самой ребенок, которому вот мы уже приближаемся к возрасту 14, и я ответила себе на этот вопрос, почему он им интересен. Он для них выступает, мне кажется, в некотором роде психологом. Они в его песнях, в его текстах, в его стихах находят ответы на свои вопросы. Вопросы, которые, кстати, в силу своего возраста, стеснения не могут задать нам, родителям. И это нормально. Потому что подрастающее поколение, те, кто были на его концерте, это все-таки поколение Z. Их так сейчас определяют ученые, психологи, врачи и так далее. Так вот, чем отличается это поколение? Хотя, мне кажется, всегда во все времена мы, дети, не торопились бежать к родителям. Но нам и никто об этом не рассказывал в песнях, тем более в интернете. Сейчас 21 век, они все ответы на свои вопросы ищут в интернете. И я думаю, они нашли там, потому что он же прост. Он соответствует их стратегии, их жизненной позиции сегодня, вот этого поколения Z. У них девиз «Живи сегодня, здесь и сейчас». Он, собственно говоря, об этом и поет. Но что немаловажно, мне опять как родителю, да? Он же ничему плохому не учит. Он, в его текстах есть позиционирование любви к родине, патриотизм. Это же неплохо, это же хорошо. В его текстах есть любовь к родителям. Это тоже хорошо. И, наверное, можно любить родителей, но при этом не советоваться с ними, как выйти из той или иной ситуации. Но если они его послушают, они поймут. И дети сегодняшнего поколения, да, они не задумываются о том, что будет завтра. И это для них нормально. Они живут здесь, сегодня, сейчас. Они живут в кайф. То, собственно говоря, о чем поет Макс. Ну да, одна из самых знаменитых песен. Как думаете, оправдывали ли такое количество правоохранителей на концерте? Я думаю, что да. И я даже могу понять, с чем это было связано. Немножко испугались, немножко не ожидали. Но гордость берет за свой город. Мы молодцы, мы смогли. Кто у нас в последний раз собирал такое количество людей? Организаторы, не каждый организатор сегодня рискнут привезти звезду, неважно какого масштаба, и заявить себя на центральном стадионе. Вот от этого, наверное, у нас испугались администрация города, и это нормально. У нас испугались правоохранительные органы, но они справились. Они же справились. Молодцы родители, молодцы директора школ, молодцы, что все это дело проконтролировали, и все это организовали, помогли правоохранительным органам. А правоохранительные органы, ну просто лишний раз, ну не побыли они в другом каком-то месте, а все сосредоточились вот на этом мероприятии. Вот сейчас, подытоживая все вышесказанное, можно ли сказать, что в нашем обществе сейчас наблюдается культурный рост? Как думаете? Да, да. Мы же не только с запада перенимаем не очень хорошие вещи в течение моды, да? Мы стараемся точно так же и идти в ногу со временем и с запада перенимать. Качество музыки, опять же таки, у Макса Коржа, на мой взгляд, очень качественная музыка. А еще немаловажно, кстати, что я заметила, у нас стали слушать тексты. Анюта, спасибо, что пришли к нам в гости. А я напомню, поговорить о феномене популярности артиста мы пригласили экс-солистку группы «Мишель» Анюту Морозову.